Места хватит для всех. В деревне Сайгатина в Сыргутском районе открыли клуб. Раньше в населенном пункте внеурочные занятия проводили в старом здании на лыжной базе. В спортивных секциях и творческих кружках занимались буквально бок о бок на площади 100 квадратных метров. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Где именно появился центр досуга и творчества и какие новые возможности появились с его открытием у жителей, расскажет Мария Ливанян. Все внеурочные занятия спортом и творчеством для детей Сайгатина раньше проводили в старом здании на лыжной базе. Площадь его около 100 квадратных метров. Иных альтернатив в деревне не было, поэтому культуре и спорту приходилось ютиться бок о бок друг с другом в небольшом зале. Новое помещение для секций и кружков площадью 500 квадратных метров. И теперь ребятам есть где развернуться. Тренировки проводились в таких немножко экстремальных условиях. Сейчас у нас здесь и тепло, и уютно, и есть полностью необходимый инвентарь. Компьютеров у нас не было полностью. Благодаря Александру Трубецкому выделил нам финансирование. Полностью приобрели новые компьютеры, новый инвентарь для спорта, для культуры. Мы закупили звуковое, видеооборудование, одежда, сцены и так далее. Поэтому сейчас деревня Сайгатина, я скажу, обеспеченная, может быть, даже лучше, чем некоторые поселки крупные. Новое здание позволило не только развести культуру и спорт по разным помещениям. Теперь в Сайгатина появилось новое направление внеурочной деятельности – киберспорт. Для этого в клубе отвели два кабинета, которые местные ребята уже оценили. Лично для меня это просто такой интересный опыт в плане игровых клубов, потому что я ни разу таких не был. Для Сайгатина, я думаю, скорее всего, нужен, потому что здесь не у всех есть компьютеры. Могут прийти подростки, дети поиграть, прийти взрослые поработать. В принципе, довольно нужное место. Глядя на новый клуб в Сайгатина, даже не верится, что это здание, которое раньше было приспособлено под магазин. Ведь вместо разбитых витрин тут теперь современный спортивный инвентарь, которого в прежнем зале не было. Тут и снаряды другие намного лучше, и места больше. Там была просто комната два на два. Тут и места больше, и дорожки хорошие. Только дорожки были электронные. Остальное все. Там гири были и пару блинов. Новый клуб стал своего рода подарком деревне Сайгатина к 125-летию. Всего на ремонт и оборудование Сургутский район потратил 22 миллиона рублей. Во-первых, здание получило вторую жизнь. Снести всегда гораздо проще, чем отремонтировать. Ну и деревня получила действительно комплексный и спортивный, и культурный объект. То есть на две части разделено. И зрительный зал прекрасный на 50 мест, и сцена, и куча помещений для того, чтобы... Тут и для киберкласс, и для художественной самодеятельности. Танцевальные студии собираются сделать. Прекрасный спортивный зал с современным оборудованием. Ну и все, что надо для того, чтобы культурно и спортивно проводить время. Новый клуб «Толчок для развития», говорят руководители кружков и секций. И обещают, что в скором времени тут организуют занятия по танцам и другим интересным для жителей направлениям. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут-24, Сайгатина.